Он любил три вещи на свете. За вечерней пенье, белых павлинов и стёртые карты Америки. Не любил, когда плачут дети, не любил чай с малиной и женских истерик. А я была его женой. Я Лариса Гузеева. Это «Давай поженимся». Добрый вечер. Сегодня у нас три невесты. Екатерина, Виктория и Татьяна. А жених у нас Пётр. Я рада снова вас увидеть. Не нервничайте. Что вы такое непреконное? Проходите. Пётр. 30 лет. Его возлюбленная так и не смогла смириться с тем, что в их отношениях всегда присутствовала его бывшая девушка. Пётр – генеральный директор торгово-промышленной многопрофильной компании. Занимается общественной деятельностью, коллекционирует монеты, увлекается рыбалкой. Мечтает о любящей жене и верной собаке. Предупреждает, что воспитан в кавказских традициях. Пётр не видит рядом с собой ленивую глупышку. Женится на скромной и образованной девушке с чувством юмора, которая будет создавать в доме уют и родит ему четверых детей. Помню-помню вас, как пытались монетками подкупить маму невесты. Да, было дело. Не случилось. Ну, увы, к сожалению. Скажите, а бывшая-то в вашей жизни ещё присутствует? Или после промывания мозгов на прошлой программе её больше нет? Вы знаете, ну мы с ней работаем до сих пор, поэтому... Скажите, она что, такой ценный сотрудник? Вы знаете, она преданный сотрудник, прежде всего, и мы с ней начинали вместе, поэтому её ценю, прежде всего, преданность людей. Но он как тебе сам, по внешности твоей? Ну, я не знаю, но на экране одно. Мне нужно, кажется, смотреть, как он выглядит в жизни. А я пришёл с неспустыми руками. Я хотел вас тоже, в общем-то, заострить вашу прекрасную красоту. Спасибо. Спасибо огромное. Вам презент не дольше вручить. Очень большой, свежайший. А вас, да? Называются колокольчики? Нет, эустома. Нет, это роза. Это розы? Да, мелкие, но розы. Этот цветок называется эустома. Да, совершенно. Но вы выбрали чудесный, они свежие и присвежие прямо. И что это значит на языке твоём? На языке цветов я значения эустомы не знаю, потому что этот цветок-то, в общем, современный. Распространён стал в последнее время. Поэтому, увы, это не из классического набора цветов. Будем считать, что это означает внимание жениха к ведущим программам. Молодец такой, что подарил цветы. Мне это очень нравится. Пётр, давайте тогда про вашу бывшую барышню, которая очень парила эта ситуация, с вашей более бывшей. Она переживала из-за того, что вы её замуж не звали. Вы знаете, на самом деле, не причина, в общем-то, не замужества, а в большей степени проблема наших взаимоотношений. Которые, к сожалению, в период наших общений не складывались. Почему? То есть вы её выбрали, выхватили из толпы, именно её. Значит, чем-то она вас зацепила, и не один день у вас эти длились отношения? Ну, это однозначно. Но, к сожалению, наши пути разошлись. И, собственно, я понимаю, что тот период времени, он был... Ну, это не тот человек, который нужен был мне в жизни. Она тоже, в общем-то, карьеристка, как и я, к сожалению. И поэтому взаимоотношения складывались, мы там виделись раз в неделю, по сути дела. Может быть, я вообще подружусь с этой бывшей, и мы будем очень хорошими подругами. Хорошо, она была карьеристка, она вам мало уделяла времени. Если бы она бросила свою работу и полностью бы посвятила себя вам, это бы спасло? Нет. Это вы бы довели её до ЗАГСа? Скажите, чего не хватило, чтобы довести её до ЗАГСа? Искры. То есть она или есть, или её нет. Когда... Ну, знаете, но ведь что-то было между вами, раз вы вместе с ней жили. Человек понравился, мне человек действительно симпатичный, мне человеку было приятно общаться. Сколько вы с ней были по времени? Ну, в совокупности где-то, ну, 7 месяцев, наверное, где-то так, 8. А кто потом объявил о том, что всё, ваши отношения изжили себе? В большей степени она. Она собрала вещи и ушла? Она для себя приняла решение такое, что, наверное, тупиковая дальнейшая ситуация, и ни к чему она и хорошему не приведёт. Ну, я тоже, собственно, поддержал её в этом отношении. Как тебе жених? Парень неплохой, ну, нужно с ним общаться. А что вас связывает с вашими подружками-красотками? Вы знаете, общее прошлое, общее настоящее. Мы с ними очень дружны и давно очень общаемся. В общем, так. Да. А скажите, мнение девочек о вашем выборе будет влиять на ваше решение? Вот если они скажут «не», что это другое? Конечно, я доверяю. Вы знаете, я доверяю тем людям, которых давно знаю. И мне ценно мнение тех людей, которые меня окружают. Ну, в любом случае, конечно же, я буду придерживаться сердца своего и мнения, собственно, прислушиваться тоже. Ну, я думаю, что вы добрые девочки. Очень. Вы будете объективны. Очень. И если вы так хорошо знаете Петра, и тот, кого он выберет, должна будет влиться в вашу компанию. Я правильно понимаю? Да. Какой она должна быть? Как вам кажется? С кем будет комфортно, Петру? Личность. Она должна быть личностью. Понимаете, она должна быть образованной, трудолюбивой. Потому что бездельницы, они уже как-то выходят совсем из моды. И девочка, которая только красиво укладывает свои волосы и с утра идет в спортзал, конечно, это здорово. А вы чем занимаетесь? Я работаю в Госдуме. Я дизайнер еще. Я издаю глянцевый журнал уже очень много лет. Вот смотрите, Петр сказал, что его подруга бывшая была так же заточена на карьеру, как он сам. Да. Вы говорите, что его подруга должна быть личностью, ему должно быть с ней интересной. Найдите мне сегодня или расскажите мне про роль деятельности, чтобы было дозировано с 12 до 4, чтобы успеть хорошо выглядеть, а еще хорошо бы на дому, чтобы успеть заработать деньги, самообразовываться, читать, вести дом и еще встречать во всеоружии прекрасного Петра. Просто тогда давайте назовем несколько или серию профессий, которые подошли. Посмотрите, мы только что допередали, как раз вот мы обсуждали этот вопрос. И Петр говорит, Эм, я ни в коем случае не хочу из своей жены делать домработницу, да? На это у меня есть средства, чтобы освободить ее от этих обязанностей. Если у нее не хватает времени гладить мои рубашки, не нужно, придет человек и погладит. А Лариса говорит про внешность. На внешность тоже надо время. Нет, мы спросили, какая она должна быть жена. Да, мы начинаем составлять ее образ. Нет, образ, да. Я хочу сказать, что внешность не самое главное в человеке, а приоритетнее все-таки это сам человек. Нет, конечно, внешность главная. Петр, это вы сами, ну кому вы это сейчас говорите? Не лукава, поверьте. Да-да-да, и наш опыт за 7 лет подсказывает, что вы уйдете с серой мышки, в которой 4,5 вышка образования. Умница, собеседница, интересная. Это подружка. С серой мышкой не уйду, но и приоритетом себе не буду ставить женщину, которая симпатичнее. Ну мы все-таки вкупе, да, чтобы она была и красотка, и в то же время, чтобы она была... Это естественное желание любого. Это естественное желание, которое позволяет условно. Дочка известная женщина, все на дому. Я не ленивая собака, есть, шью одежду, как его подруга. Ну это же прям судьба. Слушай, ну совпало все. Все совпало. Для меня приоритетнее, вот то, о чем вы говорили, в взаимоотношениях, чтобы человек самореализовывался, чтобы он не сидел дома. Да, обязательно, потому что когда вам седина в голову и бей свою игру, лет через 20, понимаете, она вам разонравится, и ей куда? Конечно. Если она не натырит до этого от вас, понимаете, денег, то ей, бедно и не замуж не выйти, не жить не начнет, а привыкла к хорошему. Поэтому, конечно, она должна будет вас держать в тонусе, она должна быть вам... И себя, прежде всего, тоже. Да, и себя, и она очень-очень интересная. Сколько хотите детей? Четырых, не меньше. Важно, из какой она семьи будет? Ну, я бы не сказал, что это приоритетно, но я бы обратил на это внимание. Не, у меня хорошая семья. А какие должны быть приоритеты у вашей жены? Моей жены, прежде всего, это отношения в семье, первое. Что такое отношение, к кому конкретно? Между мужчиной, женщиной, то есть муж, жена. Муж первичен. Одно целое, единое. Нет, сейчас объясню вам. Одно целое. Они должны быть друг другу опорой, поддержкой в случае каких-то сложностей в жизни. Это же вы узнаете. Она сейчас все это продекларирует, а узнаете вы это уже когда в браке, и то узнаете ли. Уже перед фактом поставить. Сколько хотите детей? Четверых на самом деле? Четверых, конечно. Я посчитала, лет 10. А если она уже будет с ребенком? Вот всем понравится, но у нее будет прошлое. Скажем так, я приму, если человек будет мне дорог, я приму любого ребенка. Трудно найти сейчас такого, понимаешь? Да, сложно найти достойного. Я, Петр, в свою очередь, хочу вам сказать. Никогда в жизни мужчины и женщины не могут стать одним целым. Вы даже с мамой родной, которая вас выносила, выразила, выкормила, вы не одно целое. Вы сами по себе, жена будет сама по себе. Если вы договоритесь хотя бы по трем пунктам, воспитание детей, распределение бюджета, ну и отношение, наверное, к друзьям. Это будет достаточно. А звезды что, Василиса? А звезды из трех твоих пунктов подарили. Я тебе хочу сказать, что у тебя безумно красивое украшение. Это тебе не на ребенка подарил твой муж? Нет. А ты обещала принести и показать, что тебе Сережа подарил на сына. А я принесу. В одной из программ. На следующий программ. Давай. Ну так вот, из трех твоих пунктов звезды оставили бы только один. Социальная функция для вашей женщины важнее всего. Она должна быть вхожа в ваш круг, она должна быть принята этим кругом и даже служить своеобразной прослойкой между вами и вашими друзьями. Для вас это очень важно, потому что весовская луна. Если мы найдем такую девушку, которая будет зажигать, уметь общаться с вашими подругами, друзьями, будет настоящей леди на светских вечеринках и дома будет довольно гармоничной для того, чтобы не вытрясать душу, я думаю, что вы даже простите отсутствие у нее собственного дела, образования, семьи и так далее. Вот это самое важное. Поэтому сегодня мы будем искать именно такой. Ему точно будет не скучно со мной. У меня яркая, зажигательная жизнь. Проходите и знакомьтесь с первой невестой. Петр, здравствуйте. Меня зовут Екатерина. Я услышала из вашего профайла, что вы мечтаете о собаке, о верном друге. Так вот, такая собака у меня уже есть. Если вы за меня выйдете, я обязательно вас с ней познакомлю. И я уверена, что она станет другом не только мне, но и вам. Очень приятно. Спасибо. А это вам. Спасибо большое. Екатерина. 27 лет. Специалист в крупном российском банке. Преподает экспресс-курсы по макияжу. Мечтает открыть свою творческую мастерскую. Называет себя женщиной, которая и коня на скаку остановит, и в горящую избу войдет. Муж Екатерины регулярно впадал в депрессию. Устала от роли домашнего психотерапевта и подала на развод. Надеется, что Петр всегда находится в хорошем расположении духа. Катюш, а ваш муж бывший впадал в депрессию до вашей женитьбы или после? Мы до брака прожили уже какое-то время, и я замечала, что у него были такие вот депрессивные. Ну, да, некое такое легкое депрессивное состояние. К специалистам не обращались? Не обращались. Ну, видишь, она уже была замужем. Вопрос, нужна ли ему девушка, которая уже была замужем? Посмотрите, он ненавидел зиму. Все, что связано с зимой, с холодом, с шапкой, одеждой и так далее. И в это время он сидел дома? Да. А кто работал? Нет, он, естественно, работал. Он ходил на работу, он приходил с работы, с обмороженными ушами. Ложился спать, но он ездил на машине и... Отходил на работу, но бесконечно ныл. Да. И ходил, и ложился спать. Да, ложился спать. Ну, с вами хотя бы? Нет. Катюш, если он так ненавидел зиму, почему было не поехать с ним в теплые края? У него в какой-то момент было понимание того, что я везде буду иммигрантом, я там буду никому не нужен. Вот смотрите, вы молодая женщина, когда вы с ним стали жить еще до свадьбы, вы с ним не совпадали ни по одному из пунктов. Вы любили шумные компании, он одиночество, да? Ну, он таким, да, аутсайдером был. Ну, на чем-то же вы сошлись, что-то вам в нем нравилось, что-то в нем было хорошее? Да, конечно. Он взял меня своей грамотностью, своей начитанностью, своей образованностью. Да, поэтому вы любили красивое белье, а ему было на это наплевать абсолютно. После, да, в какой-то момент. А сколько вы прожили вместе? Мы прожили вместе 4 года, в официальном браке 2 года. Вы ему предложили поехать к родителям в Таиланд? Да. Я каждый год езжу к своим родителям в гости, но либо они ко мне приезжают, либо я ко мне приезжаю. Может быть, у него не было денег на Таиланд? Да, у нас был такой некий небольшой кризис с деньгами, но мои родители были готовы оплатить поездку за меня, то есть мне дать денег, а ему нужно было только на себя денежку заработать. На что он сказал, что у нас денег нет, я не поеду, но ты едь, конечно, одна, это же родители, я не против. Но всё равно у меня было ощущение того, что он против. Ну, в общем, семьи как таковой у них не было. А что стало последней каплей? В какой-то момент, мне кажется, что стало это, ну, я поняла, что это через себя всё-таки. Понятно, что первый год жизни, как и мне кажется, в любых отношениях, это всегда так всё красиво. Нет, не в любых, всё очень по-разному. Ну, большая статистическая часть. У меня не родили. Нет, он был категорически против детей, я на тот момент тоже была как-то категорически против настроена, то есть мы вот, такая наша одна волна была, но потом, спустя, наверное, года два с половиной, три, я поняла, что, ну, года-то уже идут. А он по-прежнему. А он по-прежнему, да. И в какой-то момент, когда мы с ним разговаривали о детях, я ему сказала, что, ну, уже надо, уже вот давай. Он вроде согласился, но сказал, я не буду заниматься ребёнком до того момента, пока он связанно не начнёт говорить. У Ахматова есть гениальные строчки. Он любил три вещи на свете. За вечерние пеньи, белых павлинов и стёртые карты Америки. Не любил, когда плачут дети, не любил чай с малиной и женских истерик. А я была его женой. Просто, детка, нужно было, пожив два года, понять, что если нет, ну, просто вот, ну, ни одной точки, да, пожить ещё, сегодня всё это разрешается, и идти искать своего мужчину. Вот всегда хорошим девчонкам достаются полная противоположность, да. Катёш, а правда, что вы цветы не любите? Я, нет, мне, конечно, нравятся цветы. Те, которые подарили я, как бы. Эти цветы мне нравятся тем, что это не какие-то простые красные розы, шаблонность. Шаблонность, я очень не люблю шаблонность. Нет, давайте, не надо. Вы не любите цветы, потому что это трата денег. Да, да, я считаю, что... А вы думаете, что это букет дешёвый? Я знаю, что это не дешёвый букет. Ну, значит, тогда давайте будем последовательны. А вы рационально? Так любите или нет? Я не люблю, когда мне дарят цветы. Вот так. Просто, ну, ты, получается, говоришь на немежливость. А вы рациональная девушка? Мне кажется, вы лукавица. Как женщина может не любить, что дарят цветы? Это просто ей могут не дарить цветы, она на это может, может, может. Но просто сейчас она боится показаться невежливой. Лариса Удовиченко, моя близкая подруга, говорит, не надо мне эти срезанные цветы, принесите апельсины. Они мёртвые. Они мёртвые, чем мандарины, да. Она мне не любит. Они мёртвые, от них никакой пользы нет. Я с вами согласна, что, да, я именно срезанные цветы, я это просто... А в горшках можно? В горшках, да. Честно, не знаю таких девушек, которые не любят, когда им преподносят красивые букеты. А что вас радует, Катерина, в жизни? Что вас вот приводит в дикий восторг? Какие-то необычные вещи. Например, вот чем бы вас мог обрадовать и... Вдохновить, Пётр. Вдохновить. Но пополнение вашего счёта в банке вас может обрадовать? Я не меркантильный человек. Да что вы, Боже мой. Ну, вы смотрите, эмоциональные подарки, да, всё-таки цветы, это эмоциональный подарок, да? Ставим галочки. Вас не радует, да? А рациональное всё-таки пополнение счёта в банке... Меня может обрадовать, например, просмотр какого-то интересного фильма. Вообще, пополнение счёта в банке, не разбивайте, пожалуйста, свой рациональный образ, должен обрадовать любого человека. Да, абсолютно. А уход денег со счёта должен расстроить всех. Другое дело, что это может не быть вашим приоритетом. Это, да, это не мой приоритет, потому что я никогда в жизни ни у кого не просила деньги. Очень самостоятельная девушка. У вас есть три бонуса. Общение наедине, скелет в шкафу и семейной традиции. Что выбираете? Скелет в шкафу. Как все любят эти скелеты в шкафу? Я тоже признаюсь, честно. Подсела ты на эту тему. Ой, спешу на помощь. Я такой человек, что у меня очень много друзей, очень много знакомых. И мой дом всегда открыт для моих друзей, собственно говоря. И если вдруг у моих друзей, подруги или друга случится какое-то несчастье, в общем, человеку нужна будет помощь. И я даже в три часа ночи соберусь и поеду. Правильно, если ваш друг позвонит в три часа ночи, разбудив всех, вы поедете его спасать. Ну, если мне этот друг объяснить, что это действительно какая-то... Нет, он вам объяснит, поедете спасать. Очень... А такое бывало уже хоть раз? Бывало. И много ли у вас друзей? А то, знаете, каждую ночь начнут звонить друзей. А вам нравится такая перспектива? Вы знаете... Даже Петр не выспится никогда. Нет. Вам работать надо. Скажем так, я придерживаюсь того, что друзья должны быть... И они должны быть преданы. И вы должны, конечно же, оберегать и этих друзей, если они рядом с вами всегда. Но в семью, а тем более по ночам звонить, ну это как бы не совсем... Скажите, вы ревнивы? Вы же знаете историю, да, Петра? О его бывшей, которая его сослуживается ныне. Как вы к этому? Ну, я считаю, что ревность не должна мешать отношениям. Если она, конечно, там какой-то партнер, то или там еще что-то, я все равно скажу о том, что ее не должно быть в наших отношениях. Конечно, не очень хорошо то, что бывшие вместе с ним работают. Как ты к этому будешь относиться? Я могу, конечно, познакомить его с бывшим. Я посмотрю, как он будет относиться к этому. Вы не ревнивы, я так поняла. Я ревнива, потому что я это стараюсь не показывать. Но я ревнивая. А сюрприз покажете в таком случае? Сюрприз в таком случае покажете. Ну, покажите, покажите. Интересно, какой сюрприз будет? Петр, я занимаюсь рукоделием и изготавливаю открытки ручной работы. Ну, не только открытки, еще и альбомы. И для вас я сегодня заготовила вот такую вот открытку. Но, как видно, в ней чего-то не хватает. Я хочу вместе с вами сейчас ее дополнить. Так, значит, смотрите. Вот здесь есть вот такие вот бумажки. Их нужно. Для новоклассников. Да. Вот, держите, я вам тут вот заготовила. Конечно, как окидеть. Приклеивайте. И вот здесь вот есть такая полосочка. Иклой нужно вот так вот приклеить. Я понял. Не имеет значения, какой номер три, номер два. Это номер три. Это вот сюда и должно быть. Да, значит, я угадал. И часто вы так упражняетесь вот в этих наклеечках? Я очень много делаю открыток. А вы зарабатываете на этом? Ну, это мое хобби, да. Я вообще мечтаю своей творческой мастерской. Вот такая у нас получилась открытка. Очень симпатичная открытка. Ее можно поставить дома, смотреть. Спасибо большое. Прекрасно. Катюша, забирайте своего друга в свою комнату, а Петр к нам. Спасибо. Цветочки не забудьте, Пепел. Девочки, Анна ТСМ, что вы скажете? Вы знаете, безусловно, конечно, на передаче все нервничают. Понимаете, я понимаю, что она может где-то растеряться или что-то еще. Но, мне кажется, она девушка очень властная. А человек только в стрессовой ситуации может раскрыться. Более-менее за 10-15 минут. Только в стрессовой ситуации. И это прекрасно, потому что в расслабленном состоянии вы бы ничего не поняли за такую короткую вещь. Мне кажется, все-таки ревность, это такая немножко неуверенность в себе. Какая глупость. Девочка непростая. Какая глупость. Девочка непростая. Привязались к этой ревности. Ну, значит, их интересовало это. Вам понравилась девушка, Анна Тасс? Мне понравилась девушка. Она достаточно сложная, что будет для Петра интересно. И у нее такая не рязанская красота, не колхозная. Она очень приличная и очень достойная девочка, на мой взгляд. Посмотрите, как она заинтересовала Петра. Да, у меня глаза глаза все. Ну, наш-то Петр вообще должен всех заинтересовать, потому что с ним любая будет, как за каменной стеной. Для него, нет? Вот она рядом с вами. Давайте мне понравилось. Послушайте, поскольку для Петра очень важно, чтобы она еще вписалась в ваш круг, чтобы вы ее приняли, я ее с трудом могу представить. Вы знаете, с тем учетом, что она, рассказывая про первого парня, сказала, что она его выбрала, потому что он умен был, и она хотела чему-то учиться. В данном случае мне показалось, что это такой очень... Есть стимул к росту, скажем так. Да, стремление какое-то есть. Она может дотянуться, она достаточно молодая. И Петру будет, как его секретарша, выглядеть. Мне, я с вами согласна абсолютно. Она похожа на хорошего, умного секретаря. Я? Блин, ну это на самом деле, да. Нет, это какой-то пеперегон. В ней есть немножко жесткости, которую она здесь старалась не проявлять, но в личных отношениях это скажется. Она привыкла сама задавать основной такой вектор движения себе и своей паре. Вы, конечно, не тот мужчина, с которым это, возможно, будет сделать. Поэтому я не вижу этого будущего как блистательного прямо сейчас, но рассмотреть ее... Ну, на противоречиях иногда рождается истина. Ну, а что мне нравится? Проходите и знакомьтесь со второй невестой. Здравствуй. Меня зовут Виктория. И я надеюсь, что твоя жизнь круто изменится после нашего знакомства. Очень приятно, Виктория. Спасибо. Да. Виктория. 29 лет. В прошлом помощник юриста. Сейчас топ-модель международного уровня. Гордится титулом «Мисс Евразия-2014». Увлекается модой, фитнесом и любит ходить в ресторан. Мечтает о большой дружной семье. Свадьба Виктории не состоялась из-за патологической ревности ее возлюбленного. Надеется, что Петр – адекватный мужчина. АПЛОДИСМЕНТЫ Здравствуйте. Здравствуйте. Виктория, а вы уверена, что не давали повода для ревности своему мужчине? Повода точно не было. Я даже тогда не была в модельном бизнесе. Я жила с родителями. Вы были блондинкой, с карими глазами, маленького роста, коротканугая жердяйка. Нет. Когда жили, да, это было все время? Да. Она такая, смотри, худенькая, стройненькая, фитнесом занимается. Вы красавица, конечно, он вас ревновал. Но было страшно, он же был боксер какой-то, да, очень титулованный? Да, он был боксером международного уровня и выступал за Германию. Абалдеть. И сколько ему было лет? Ему было 27, мне 22. А вы его прям вот так сильно-сильно любили, что замуж хотели? Или вам было просто, ну, как-то классно с боксером международного класса? Нет, я его очень любила и даже не представляла, что мы расстанемся. Ну, вот несколько эпизодов этого ревнителя из вашей жизни. Во-первых, он спортсмен. Во-вторых, поколачивал вас, выпив? Нет, не поколачивал, но были вот такие задирки, там, руки скрутить и все такое. Саша, если бы он ударил, убил бы сразу просто. Нет, нет, он не поднимал на меня руку. Вот так скручивал ей эти ручки, что потом приходил часа через три и раскручивал. Мне кажется, она не может расслабиться. Мне кажется, она всегда вот как стержень, знаешь, такая вот, всегда надо вот так вот вперед грудь колесом и пошла. Он вам не давал дышать свободно, он проверял ваши телефоны. У вас даже был, по-моему, один адрес, одна страничка. У нас в соцсетях была одна страница двоих, допустим, Виктория и Влад. Вам кто-то там лайкнул, да? А вы ответили ему сердечком. Нет. Ну, то есть, он открывает как-то нашу страницу, да, и видит там смайлик с поцелуйчиком. Ну и тут он опять взрывается, и меня так, ну, достала настолько нелепая ссора, опять же, на ровном месте, что, если честно, уже просто смешно. И вы смеялись, 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 он под ваше ухо собрал вещи, и это была последняя встреча. Я сделала ему предупреждение, что если он сейчас уйдет, то он больше не вернется. А он часто уходил? Ну, нет, не часто, но это была вот последняя капля моей терпимости. Это, ну, просто нелепо. Это патологическая ревность, это даже психологическое и психическое заболевание. Вы мисс Евразия-2014, я так понимаю, это вот корона оттуда, да? Да. Ну, это замена короны, настоящие мне не дали с собой. Кристина, а вы кто? Корона Нурска? Или... Нет, я не корона Нурска, я правая рука Вики, я являюсь ее пиар-менеджером. А она дорогая вообще модель? Она, да. То есть у нас зарубежные контракты. А смотрите, а у нас же Петр жениться хочет, а у вас зарубежные контракты. Как вот это все согласовать-то? Вообще сейчас... Вообще сейчас... Четверо детей. Четверо детей. У нас такие планы на жизнь. Кстати, мне нагадали четверо детей. Недавно. С четверо детей, ваша модельная карьера закончится на этом. Да, с первым закончится. Я не пойму, вы хотите четверых детей или работающую женщину? Ваши показания как-то начинают путаться. Я хочу не работающую женщину, я хочу женщину, которая самореализовывается, чтобы она не сидела дома. Послушайте, Наташа Вадянова же рожает одного за другим. Ничего страшного. Не перестала быть Наташей Вадяновой для всего мира. Становится только лучше, краше, наша страна уже ей гордится. И не только она. Она не согласится никак на четверо детей. Да нет, конечно. Мне кажется, она одного, когда родить чисто для того, что это как бы надо. Ну да, для галочки. Скажите мне, пожалуйста, вам 29 лет. Сколько еще вы лет посвятите своей работе, своему бизнесу, своей красоте? В принципе, я думаю, всегда можно этим заниматься, но приоритет у меня сейчас семья. То есть я хочу ребенка, я хочу хорошего мужа. А хороший муж это какой? Надежный. Что для вас? Хороший. Это какой у нас муж? Любящий. Обеспеченный? Обеспеченный приоритетнее? Ну, естественно, обеспеченный. А если проблемы у мужа? Ну, вот, допустим, сложились. Какие? Он корону будет продавать, камушки выковырить? Да, вот придется корону. То есть вы будете рядом с мужем, если у него сложатся какие-то серьезные в жизни проблемы? Очень эффектная девушка. И, конечно, все будут обращать на нее внимание, когда они будут идти рядом. У вас осталось два бонуса. Мне смешно, конечно, спрашивать, что вы выберете, семейную традицию или свидание наедине, но я все-таки вынуждена вам задать этот вопрос. Я думаю, что свидание наедине. Конечно. Безусловно. Проходите, заберите цветочки. Расскажите, пожалуйста, у вас были серьезные отношения с вашим молодым человеком? Вы говорите, я его любил. Мне почему-то хочется понять, что любовь для вас приоритетнее что? То есть что вы цените? Ну, отношения друг к другу. Ну, просто... Как вы воспринимаете чувства? Вот вы говорите, это чувства. Чувства, нежность. Ну, это, в общем, отношения, да? Не обязательно. То есть влюбленность тоже отношения. Но это не любовь. Нет, именно любовь. Любленность – это другое. Нет, так я хочу понять, что для вас любовь. Не путаете ли вы? Я хочу понять. Нет. Любовь – это сильное чувство. Может быть, самоотречение? То есть когда ты любишь что-то больше, чем себя? Я вообще хотела уже ребенка от него. Я готова была к нему. Да. Как вам кажется, девочки? Может она, кстати, счастлива с ветра? Ну, мне кажется, что у нее все-таки преобладают формы, нежели чем содержание. Если у первой девушки... Она простовата, да. Как-то... Ну, как-то... Как-то простовата. Ну, мне кажется... А модель не надо говорить. Зачем? Просто что вы вас смущает? Улыбаться красиво. Что меня смущает? Вот меня лично. Мне кажется, женщина должна быть более цельной. А можно вам тот же вопрос? Конечно. А что для меня приоритетнее? Да. В смысле, что для меня чувство – это любовь, да? Да. Вот как раз-таки для меня – это самоотречение, то есть ценность в большей степени идеалов и мировоззрения человека, человека любимого. То есть, когда ты любишь человека, все остальное остается на втором плане. Ну, да. И ты, скажем так, независимо даже от того, как к тебе этот человек относится, там, грубо говоря, любит он тебя, там, воспринимает ли он тебя так, как ты этого хочешь или нет, вот, для тебя все равно, если он любим, он будет таковым всегда, независимо от обстоятельств. Ну, так. Ну, это мое мировоззрение, наверное, это что-то. Если ты совпадал. Это радует. Когда она жила изначально в Запорожье, в студенческие годы, она сама организовала салон красоты. Она арендовала втайне от родителей помещение. А у них с родителями плохие отношения, да? Нет. Ну, ей помещение, да. То есть она потом втайне от мужа будет организовывать бизнес? Нет, девушки, все намного проще. Это не такой большой город, это не Москва, где стоит арендная ставка порядка тысячи долларов. Ну, какая рать, там и доходы другие, там расходы другие. Но она сначала накопила, вложила в первый месяц. А чем может девочка накопить, вот мне интересно? Ей давали на пирожки, она экономила, не ела. Она сначала накопила, она пошла на курсы по наращиванию. Это вы как пиар-менеджер такую легенду придумали, да? Я не как пиар-менеджер, это на самом деле история. Правдивая. Это не очень интересная идея. Вы можете задать ее викторию. Лучше не рассказывайте, много вопросов сразу возникает. Спасибо большое, дорогая моя. А вы покажете сюрприз? Да. Простите. Федор, я хочу... Там рамка со свадебной фотографией, мне кажется, уже. Вы готовы? Ну, почти. Я хочу, чтобы вы знали, что со мной у тебя будет жизнь сладкая, яркая и интересная. Ой, интересно, что это такое? И что там такое сладкое? Ой, это сладкие печенье. Ну, не трогай, это же не... А, это не трогай. Это другая щадь. А, это печенье. Я думала, кошелечки. Давай сюда. Это надо как бы мужу подарить на день рождения. Очень клевая идея. А, тут и в купальнике есть. Аню нет, нет? Нет. Знаешь, как надкусить. Спасибо вам большое, девочки. Забирайте цветы, проходите в свою комнату. Спасибо. Анатеса Эммочка, что вы скажете? На мой взгляд, недостаточно образования, недостаточно хорошо поставленная речь. Ну, неплохие формы, я бы сказала. Да, формы и содержание, конечно, спорят. Анатеса Эммочка, который родит. Но родить, дело не хитрое. Нам нужно, чтобы содержание еще соответствовало Петру. Потому что все-таки Петр... Глава, девчонки, не с Евразии. Чего вам? Титул-то какой? Ну, еще надо узнать, кто его профинансировал. Ой, какие вы прям кто профинансировал. Не-не-не, мы добрые и хорошие. Знаете, что мне понравилось? Она все про себя понимает. Она не богатого росточка. И, ну, в общем-то, уже 29 лет – это много. Для модели – это уже практически пенсия, да? У нее есть одно замечательное качество. Мне кажется, она не злобива. И она настроена на семью. Она хочет мужа. И при муже она будет вот кошечкой. Дома всегда будет хорошо, чисто, сытно. Готова к семье, готова. Мужа только хорошего, знаете? Мне кажется, этого уже достаточно. Остальное все постепенно. Время есть, книжки почитает, разговаривает, научится. Я бы рассматривала. Я тут с тобой соглашусь, Ларис. Но я как ни пыталась вас представить в одном обществе. Вот этот тот самый формат, та самая важная точка, о которой мы говорили. Я боюсь, что вашу луну в весах она не удовлетворит никаким образом. И при этом женщины-тельцы действительно самые хорошие хозяйки, самые ответственные, чудеснейшие матери. Но я думаю, что эти качества осчастливят кого-то другого. Смотри, тебе мало внимания уделили. Слава Богу. Но у нас еще есть одна невеста, поэтому знакомьтесь, проходите. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Привет. Меня зовут Татьяна. Я очень рада нашему знакомству и надеюсь, что она будет с продолжением. Будем надеяться. Спасибо. Очень приятно. Татьяна, 28 лет. По образованию психолог. Сейчас в декретном отпуске. Занимается йогой, ходит в бассейн. Предупреждает, что все свободное время проводит с детьми. Мечтает полетать на воздушном шаре. Татьяна делила мужа с любовницей до тех пор, пока он сам не принял решение уйти из семьи. Надеется, что Петр будет верным мужем. Татьяна, если бы я была дура, я бы вам задала такой вопрос. Как вы могли делить мужа с любовницей? У вас что, совсем не было гордости? Но поскольку я с опытом хочу выяснить, как долго вы боролись за своего мужа? Все это продолжалось полтора года. Давайте сначала. Вы вышли замуж по любви. Мы встретились с ним, начали общаться, встречаться. И через достаточно короткое время я забеременела. У меня двое детей. Но не оба же по залету ребенка? Нет, конечно. Офигеть, 28 лет двое детей. А он женился ведь добровольно? Да, конечно, он добровольно женился. Ну, хотя я была беременна. Но мы сколько, 6,5 лет прожили вместе. Как узнали про любовницу? Он сам сказал, когда она начала в социальных сетях выкладывать фотографии. И он уже не мог... То есть вы об этом узнали, и он потом вам попросил... Я догадывалась, да. Он ушел, сказал, что он не готов к семейной жизни. Он устал от нее. То есть он устал из двоих детей. У нас все пошло не так после рождения второго ребенка. Я полностью ушла в семью, в ребенка. Я ушла в декрет. И для меня это было самое главное. Он вам сообщает о том, что есть любовница. Выпить таблетки, вешаться, резать вены. Ну, как правильно делать, да, жены? Или нет? Нет. У меня сначала такого не было. Мы с ним сели, поговорили. Он сказал, что он совершил ошибку. Очень сожалеет об этом. Он очень хочет вернуться в семью. Мы пошли к психологу. И психолог вам что посоветовал? Принять его. Принять эту ситуацию. Не напоминать о ней. И главное идти дальше вместе. Он вам поклялся, что больше не вернется к той женщине? Да, он мне обещал это. Ну вот однажды ночью просыпаетесь и вдруг... Вдруг смска от нее, от ее друзей. То, что она наглоталась таблеток. То, что она жить без него не может. То, что все, она сейчас покончит жизнь самоубийством, если он к ней не вернется. Вы прочитали? Да, он это не скрывал. Телефон был у нас. Как хорошо устроился. Да, он... Я же честно, я же тебе все честно рассказала. Он срывается к ней и едет ее спасать? Нет, мы поехали вместе. А вам зачем это нужно было? Ну как, я не могу его в 2 часа ночи отпустить к ней. Я же понимаю, что это все было... Или цепляясь за ноги, рыдая с распущенными волосами, что не оставлю тебя. Или он сказал, да, конечно, там все кончено. Если хочешь, поехали, Танюш, со мной. Он сказал, что он ее в этот момент оставить не может. Но если ты хочешь поехать со мной, то поехали. На самом деле она хорошая. Эмиду, как человек, она хорошая. Да, по ней видно. Видно, что очень добрая она. И вот пока он ее там утешал, вы сидели в машине. Да, я сидела в машине, и он с ней поговорил минут 15, и мы уехали. Сказал это при ней и при мне, что я ухожу, я остаюсь с семьей. Только вы ее все-таки увидели. Я с ней общалась, она звонила мне, я сама ей звонила, я ее просила уйти. И она говорила, что я его не брошу, я его тоже очень сильно люблю. Ее ваши двое детей не смущало никак? Нет, абсолютно. То есть это она... Абсолютно. Абсолютно. Она богатый мужчина, ну кого дети смущают? Нет, она сказала, что ничего страшного, и вообще измена с бывшей женой или с женой, это не страшно. То есть такая элементная история, ее никак не смущает. Мне кажется. И она сказала, что это мой мужчина, да? Да. А потом вы поехали отдыхать. И в это время он опять вернулся к ней, как я узнала потом, да, то, что они так же и созванивались, так же переписывались, и работали они вместе, что мне тоже не нравилось. Да. Он вернулся к ней, я опять переживала, моя подруга взяла, говорит, Таня, все, хватит, поехали отдыхать. Мы поехали отдохнули. С детьми? Нет, вдвоем. Без детей? А дети были с кем? Дети, у меня, слава богу, мама, которая мне помогает. Мама что-нибудь разбиралась с вашим, с вашим зятем? Мама, мама у меня такой человек, она не лезет в мои отношения. Очень плохо. Кстати, идеальная теща. Вы уехали, вернулась. Да, я уехала, нет. Я была еще там, приезжает мой муж. А куда вы уехали? Во Вьетнам. Ну, так как ему финансы... За вами, да? За братьев. Да. Он... Вот я уехала, и он через несколько дней приезжает туда и говорит то, что он не может все-таки без меня жить, что он хочет быть со мной. Мы там проводим отпуск. Очень хорошо, все замечательно. И в конце этого отпуска он, что называется, включает телефон, а там названивает она. Она туда прям звонила, и она ему сообщила то, что она беременная. Ну, это как он мне рассказал. И он сказал, Таня, прости, я не могу ее бросить в этой ситуации. Он сейчас уходит опять к ней. Он сейчас с ней? Сейчас он с ней. А вы сейчас? Сколько лет вы уже развелись? Все это длится, ну, до ноября того года. Полтора года все это длилось. Вот уже полгода мы... Вы остались с детьми? Официально разведены вы? Официально разведены. Я вообще против любовных треугольников. Это ненормально. Нет, Кристина, а я за знаю. А вы переживаете до сих пор об этой ситуации? Мне кажется, что вы с горечью какой-то об этом говорите. Она должна похохатывая эту историю рассказать. Нет, это в прошлом. Я имею в виду, что все-таки вы воспринимаете... Ну, вы хотели бы вернуть его назад? Нет. После вот этого всего это невозможно. Нету доверия. Нету доверия, нету уважения. Вас и так надолго хватило, я вам хочу сказать, вашего терпения. А вы готовы были бы переехать в Волгоград? У меня такая мысль сейчас возникла. Я думаю, что нужно посмотреть по обстоятельствам и по отношениям. Ну, скажем так... А вы не готовы переехать в Москву? Вы знаете, на сегодняшний день нет. А сколько вы по времени проводите в столице? Я достаточно часто... Знаете, я очень люблю готовить. И у нас такая традиция, что у нас в семье должны быть все первым делом накормлены. Поэтому я вставала в 5 утра и делала завтраки, обеды, с собой ему собирала. Ну, вот, к сожалению, он не оценил, но такая традиция у нас есть. То есть горячие завтраки... Готово, да, конечно, делать эти завтраки, ужины и обеды каждый день. Ой, какая роскошь. Какая прелесть. А что это за пирожок? Господи, боже, москвичка сложена так, что топ-модель международного класса рядом курика. Шея Лебедин, достойная, красавица, какая головка, образованнейшая. Объясните мне, что происходит? Это я люблю с чем? Это с яблоками. Нет, это с яблоками и корицей. А это, наверное, жениху с сырами, да? Это, да, это я. Очень ценю женщин, которые хорошо готовят. Мне кажется, это достойно похвальбы, мне кажется. А если еще угостят меня сейчас, попробуем. Угостим, угостим. Ну, я тоже люблю пойти попробовать. Какая вы милая девушка, правда. Вы мне очень нравитесь, правда. Мне очень хочется, чтобы ваш муж сидел сейчас, смотрел на эту передачу и думал, что он вас не бросил, а потерял. Потерял навсегда, понимаете? Очень жаль мужчин, которые не ценят таких достойных женщин. А я уверена, что он плачет кровавыми слезами давно. Просто та дама была слишком настойчивой. Вы же видите, какой она мертвой хваткой в него вцепилась. То самоубийство, то беременность, то еще что-то. Да, то есть каждый день экшен какой-то у молодого человека был. Знаете, что имеем, не храним, потерявши плачем. Надо было сегодня нам принести борщ. Пик, они оценили. Я тут понимаю. Василиса, а у нас что там? Есть что-нибудь для нас интересное? А мы сейчас все обсудим. А когда мы отпустим Татьяну? Все расскажем, да? Все расскажем, да? А вот это был сюрприз вообще. Правда? Когда быстренько в свою комнату, не забудьте ли, а мы вас будем обсуждать. Все, спасибо. Спасибо большое. Девочки, что вы скажете? Она правда пава такая, знаете? Она прям русская красавица. Она действительно очень, я не знаю, как бы, все-таки человек с историей, с такой, знаете, такой тяжелой драмой такой жизненной. Абсолютно не поломанная. У нее столько благородства. И в словах она, кстати, не одного плохого слова о нем так и не сказала. Мне очень понравился жених. Он такой интересный, симпатичный. Я знаете, что думаю? Как-то у меня поменялось, пока я с ней разговаривала, у меня поменялось отношение к ее ситуации. Я думаю, что ей нужно было отпустить своего мужчину с самого начала. Ну, вы знаете, мы же не знаем, как оно сложится потом. Наверное, она тоже любила второй ребенок. Потому что слишком долго и слишком были все эти истории унизительные. Ну, как с этим жить потом и как она с этим справлялась? Наверное, только потому что двое детей. Даже когда он поехал ее успокаивать, вот это сидеть в машине, я просто представила себе ночь, холод, одиночество, страшно, унизительно, и сидеть, ждать своего мужа. Вы знаете, ну, это говорит о том, что она все-таки настоящая женщина. Ну, я любила этого человека, поэтому я делала это ради себя, ради него. Ты хорошая, Танечка, хорошая. Двое детей, счастья хочется. Ну, вот такова данность. Не разбежались вы с детьми-то брать. А как раз именно дети ей вот создали вот такую... Ну, даже помогли родиться вот такой гордости, терпимости где-то даже. Те качества, которые очень нужны с мужчинами. Ну, наверное, обидную вещь скажу. Мне очень понравилась Татьяна. Но и стать, и гордость, и посадка головы, и покой – это от того, что достаток. Потому что если бы он был учителем физкультуры в начальной школе, при этом бы вёл бы себя... Ну, согласитесь, она ведь вышла замучена. Можно я договорю? Да. И она бы за него так же боролась. Она бы сидела замученная, с другим взором. Раньше он не был с таким достатком, и мы жили тоже неплохо. Татьяна – жена. Вот то, о чём вы говорили, она пошла сейчас получать ещё образование. Но вам захочется своих детей общих. Она будет всегда жена. А мы, кстати, не спросили, она готова ещё рожать? Да, конечно. Что вам будет со своей бывшей, которая работает с вами, интереснее? Ну, не конкретно с ней, но, может быть... Не, ну, во-первых, Таня конкретно сказала, что она не потерпит. Второго, она такого же не переживёт. Да нет, это и даже разговоров не может быть, и речи. Это никаким образом к этому не имеет отношения. Но суть не в этом. Повторюсь, действительно, девушка достойная. Мне она понравилась как по-человечески. Но, честно говоря, в процессе общения я понял, что она ещё эти отношения до сих пор не отпустила до конца. Отпустила? Мне кажется, нет. Конечно, да. Зачем ей сюда было приходить, зачем ей нужно было вам морочить голову? Она не из этих. Конечно, я пришла сюда для того, чтобы строить новые отношения. Мне кажется, Пётр, вы рано отказываетесь от прекрасной возможности в лице Татьяны. Потому что среди всех сегодня присутствовавших она самая молодая душа. И вот она всю жизнь будет в таком каком-то поиске. Новое образование, новые ситуации. Она будет пытливых изучать, да, ошибаться, идти вперёд. Но с такими людьми очень интересно всегда. Девочки, давайте выбирать, кого будем Петру желать. На самом деле, очень сложный выбор. Девочки очень разные, абсолютно разные. Но я всё-таки, наверное, склоняюсь к первой девушке. Спасибо. Да, смотри. Вы знаете, из того, что я видела, наверное, я бы тоже остановилась на Екатерине, потому что она в ней есть характер. В ней есть порода какая-то, правда? Да, её можно причесать, переодеть, и будет прекрасно. Мне тоже так кажется, если бы выбор был только из этих трёх, и завтра ничего не осталось, наверное, я бы выбрала всё-таки первую девушку. Короче, я бы обиделся бы сейчас на твоём месте. Вообще. Мне кажется, Виктория, она будет достойна визитной карточки у вас. А интеллект? Нет, это... Вторая, которая, знаете, так не разбросались мы этими, мисс Евразия. Поэтому, уж мужчины вам точно будут завидеть. А интеллект в таких вопросах лучше бы помолчала бы, понимаете, в определённых это. А Катенька вам будет давать советы. Неизвестно ещё, чем эти советы закончатся для вас. Ну, а, конечно, вообще лучше всех, кто Танечка подходит, я бы за неё больше переживала. Но вам чужие дети не нужны. Так что, Виктория, моя рекомендация. Я тебе так скажу, он тебя не выберет, потому что он тебя не сможет потянуть. Ни финансово, ни одариться заботой, вниманием. Я тоже за Екатерину. Сначала мне показалось, что она простовата, но и у вас тоже нет ничего такого, чтобы я здесь ослепла вдруг. При том, что ваши подруги вас всячески расхваливают. Но я с ума-то не сошла, ни от чего. Живёте в Волгограде, интересный 30-летний мужчина. И, в конце концов, не Филипп Киркоров пришёл. Не спорю. Поэтому, Екатерина, прекрасный вариант для вас. И тебя не пугает, если он тебя выберет, что тебе надо будет переехать в Волгоград? Ну, мы для начала-то пообщаемся, а вообще, почему бы и нет? На мой взгляд, среди всех девушек Татьяна не просто неплохо подходит, но вы с ней в правильном жизненном цикле. Потому что ей после этого замужества неудачного не нужно спешить быстро замуж. Да и вы тоже не разбежались жениться. Могу сказать, что ближайшие года три мы вас с кольцом на пальце увидим вряд ли. Ну, может быть, как раз в рамках трёх лет вы и женитесь. Ну, может быть, тебе тоже не стоит спешить замужество? Прогноз на ближайшую неделю. Ближайшую неделю будет набирать на небе силу оппозиция Солнца и Сатурна. Из знака близнецов в знак стрельца. Что это такое? Прежде всего, творческие люди, творчество, интеллектуальные порывы столкнутся с тем, что окружающие не будут проявлять понимание, будут костными, ну и, в общем, не будут давать хода никаким свежим мыслям, свежим силам. Также будет набирать силу конфликт отцов и детей. Солнце и Сатурн. Свежее, молодое, бесшабашное, неорганизованное будет противостоять контролю, давлению, ну и тому, что родители будут задавать детям очень жёсткий вектор движения. Если учесть это, если перенести выяснение отношений с любимыми родителями на следующую неделю, я считаю, что молодое поколение значительно выиграет. То же самое и родители. Если не давить сейчас на своих отпрысков, не навязывать им ничего, ну и подождать несколько дней, ваши воззрения, ваши принципы будут с большей радостью восприняты вашими детьми. Проходите, туда решили. В любом случае, мы вас поддержим. Спасибо. Вас подкинули ночью или днём? Ночью. Как это произойдёт? Ночью. В таких местах всегда известно, кто был беременна. Это светлая женщина, у неё светлые волосы, светлые глаза. Блондинка, правда. Очень симпатичная. Обаятельная. Можно, пока я вас не убила. Кто, короче, на ком женился, кто от кого сделал аборт, кто кого убил в конце. Я предлагаю всем выйти и поддержать Петра. У меня есть, возможно, задолжение вопроса. Да. Ну, а вы в Волгоград планировали поехать? Я готова, конечно, сменить Москву на другой город. У нас есть пара Пётра и Екатерина. Если вы одиноки или вам понравился кто-то из участников сегодняшней программы, пишите на сайт Первого канала. А я, Лариса Бузеева, желаю, чтобы любимый человек обязательно не сказал вам. Давай, поженимся. Удачи. Меня зовут Елена, мне 39 лет. Я фейшер-стилист, имидж-консультант, персональный шопер. Я люблю активный образ жизни, занимаюсь различными видами спорта и очень люблю делать людей красивыми, счастливыми и верными в себе. Мечтаю создать крепкую семью и открыть свою академию стиля. Хочу познакомиться с самодостаточным и сильным во всех смыслах мужчиной, для которого я стану любимой и единственной женщиной на свете. Выражайте симпатию нашим будущим героям. Отправляйте свои отклики с их номерами на сайт Первого канала.